Он показал расположение дома, нарисовал место стоящего, чтобы стреляющего, то есть направление вот так, там вверх-вниз, говорит, это без разницы, и вот так. Но когда они открыли переноску, они увидели, что собака уже мёртвая. Они как говорили следователь, так я и говорил, что они как били меня, убивали. Это проект основан на реальных событиях Омск. Здравствуйте! Как всегда в пятницу обзор происшествий уходящей недели. Разбираемся в том, почему это произошло и выясняем, что было сделано, чтобы этого не повторилось. Страшный пожар у нас в жизни двух малышей. На ком лежит ответственность и что грозит родителям? Скандал в популярном омском груминг-салоне. Пушистый клиент погиб в очереди на процедуру. Теперь стилисты и хозяйка выясняют отношения в суде. А пара предполагаемых убийц доказывает ФИМИДе некомпетентность правоохранительных органов. Обо всём по порядку прямо сейчас. Ой, я очень сильно плакала, пока ехала. Полчаса я ехала с Старой Кировской на левый берег. Меня прям, ну, я очень сильно переживала, я плакала. О рядовой процедуре, которая обернулась трагедией, Наталья говорит через боль. Груминг-салон лишила Мичку члена семьи. И теперь собаководы встречаются не в парикмахерской для хвостатых, а в зале суда. В январе спа-салон для животных попросил у четвероногих любимица Мички для мастер-класса. Столичные тренды причесок на двух мальтийских баллонках Натальи обещала продемонстрировать стилист из Москвы. Когда я привезла, получается, от двух собачек они посадили в клетку. Через пять минут они ровно по камерам, если по времени смотреть, они пересаживают ее обратно в переноску. И собака три часа ровно сидит в переноске. Я им звонила, они говорят, все хорошо, мы сейчас одну достригаем, будем встречать вторую. Но когда они открыли переноску, они увидели, что собака уже мертвая. Грумеры объясняют, трехлетняя Маруся была беспокойна. Тогда сотрудники пересадили пушистую клиентку из зоны ожидания в закрытую переноску. Не учли одного – чехол из синтепона нагрелся. Собака оказалась в ловушке. Тепловой удар не заставил себя ждать. Итог – визита в груминг-салон вместо стильного преображения – прощание с любимцем. Вскрытие подтвердило – причина гибели – асфиксия. Маруся задохнулась без воздуха и воды. Это от первой моей собаки – щеночек. Она очень хорошая кровь, она оставлена была дома. Жизнерадостная собачка, которая лапками хлопала. Член семьи действительно спала с нами. Юрист салона настаивает. Хозяйка погибшей собаки виновата сама. Наталья должна была предупредить сотрудников о специфике переноски. Действия по очернению репутации компании путем распространения в информационном пространстве сведений, порочащих организацию сотрудников, не заставят ждать нашей ответной реакции в соответствии с законами РФ. Но хозяйка уверена – гибель ее любимицы – результат вопиющей беспечности персонала. Впрочем, грумеры не согласны. Действовали по инструкции. Наталья намерена взыскать с салона почти 700 тысяч рублей. Сумма солидная. Амичка учитывает древнее итальянское происхождение Маруси, ее выдающуюся родословную, а также тот факт, что в ближайшие планы заводчицы входило разведение щенков. Но юрист груминг-центра ставит обоснованность исковых требований под сомнением. Для нас вообще непонятен, как эта конструкция была рассчитана, почему у нас была стоимость собаки, а не стоимость услуги. И мы в качестве нормальной поддержки предлагали компенсацию в качестве 40 тысяч рублей. Это и есть среднестатическая стоимость, исходя из авида, данной породы собаки. Но никакого ответа на это предложение не поступило, оно не было принято. Во сколько оценят жизнь четвероногого члена семьи Фемида, пока неизвестно. Рассмотрение дела продолжается. Нервы натянуты до предела. Наводящие вопросы не дают желаемого результата. Человек в клетке переходит на крик. На встрече с этой свидетельницей подсудимый настаивал целый месяц. И теперь лично ведет допрос. Я вернул. Подсудимый, я муж снял, я снял. Вы уже намекаете свидетельнику, как отвечаете. Юрий Гагарин уверен, супруге удастся то, что оказалось ему не под силу. Убедить силовиков выпустить сельчанина на свободу. Многодетная мать преданно защищает сожителя. Настаивает к убийству заслуженного учителя химии, ее муж не причастен. С потерпевшей у предполагаемого убийцы были хорошие отношения. К Гагарину старушка относилась тепло, как к члену семьи. Сельчанка рассказывает, в роковую ночь Гагарин не отлучался из дома. Допоздна хлопотал по хозяйству и следил за детьми. В магазин уезжал в 8 часов. На чем уезжал? На береге. Во сколько вернулся? Тебя за детьми съездил и все. Он здесь не был, а дети маленькие. Впрочем, допрос принимает неожиданный поворот. Жительница Евгачина признается, в ночь гибели Альбины Пономаревой Чита Гагаринах употребляла алкоголь. И теперь сельчанку подводит память. Ментальные проблемы – закономерный итог череды шумных застолий. Мы в этот день пили маленько. Выпивали в этот день? Да, да, да. Второго, третьего и четвертого какого числа выпивали? Попытки сельчанки обеспечить Гагарину алиби на момент убийства Альбины Пономаревой пресекает и прокурор. Спутанные показания в зале суда противоречат признаниям, данным женщиной сразу после задержания мужа. Последняя Надежда Гагарина тает на глазах. Гагарин зашел в дом, снял трико и футболку и в плавках пошел в баню. Время было около 23 часов, точно не помню. Пошла спать себе в комнату, услышала, что Гагарин зашел в дом, пошел в свою комнату, лег спать. Какое-то время он полежал, потом встал. Я встала и вышла из комнаты, спросила у него, куда он пошел. Он сказал, что душно пойдет спать в стенке. Альбина Пономарева – выдающийся педагог Большереченского района. Даже разменяв девятый десяток, пенсионерка, я напомню, не ушла на покой. Занималась репетиторством на безвозмездной основе и никогда не откладывала на черный день. Рублем помогала сельчанам, пенсию раздавала соседям на одежду, продукты, дрова. Детей снабжала тетрадями и констоварами. За свой счет купила школьникам сотни флешкарт. Руку помощи протягивала также алкоголикам и тунеядцам, в том числе непутевому бывшему ученику. Больше 40 лет назад Гагарин сидел перед ныне покойной Альбиной Пономаревой за партой. И даже по окончании школы визиты к потерпевшей не прекратил. Но теперь приходил не за знаниями, а за деньгами и никогда не возвращал долги. По данным следствия, год назад отец пятерых детей в очередной раз занял у пенсионерки 100 рублей. А в роковой вечер был пьян. Вновь награнул в гости к старушке и, недолго думая, применил силу, когда в ответ на требование передать ему большую сумму, услышал отказ. Используя металлический предмет в виде трубы, нанес ей не менее шести ударов по голове, от которых потерпевшая скончалась на месте. Позже оперативникам налетчик рассказывал, убийство педагога было напрасным. Никаких сбережений. Пенсионерка успела раздать односельчанам едва ли не все до копейки. А что было дальше, зрители помнят. Уже в ходе расследования уголовного дела Гагарин пошел в отказ. Давил на жалость и напоминал об имеющейся у него инвалидности. У тезки выдающегося космонавта серьезно травмирована рука. Из-за повреждения сухожилий пальцы практически не сгибаются, в результате чего физические возможности сельчанина значительно ограничены. А первоначальные признательные показания Гагарин якобы дал под давлением силовиков. С жалобами на самоуправство и превышение должностных полномочий оперативниками многодетный отец и явился в зал суда. Гагарин, гагарин, гагарин. Гагарин, гагарин. В судебном развирательстве будут исследованы доказательства, проверена версия подсудимого и в случае наличия основания организована проверка в отношении правоохранительных органов. Впрочем, сегодня известно, результаты служебной проверки не сыграют Гагарину на руку. В возбуждении дела в отношении стражей порядка отказано. Нарушений в работе сотрудников не обнаружено. Не оправдались и надежда на помощь сожительницы. А жители Евгашина, также представшие перед судом, лишь подтвердили данные следствия. Отец пятерых детей, к слову, лишенный родительских прав в отношении двух старших, буйный рецидивист. Алкоголик со стажем словом асоциальный элемент. Я напомню, что к клетке непутевому ученику Альбины Пономаревой не привыкать. В послужном списке жителей села Евгашина 11 судимостей. Половину жизни он провел в тюрьме, но убийство заслуженного педагога оставило все его прошлые прегрешения далеко позади. А мечи настаивают. Наблюдать небо в клеточку Юрий Гагарин должен до конца своих дней. Подсудимому грозит пожизненный срок. Тем временем в соседнем зале областного суда еще один фигурант уголовного дела убеждает Фемиду в некомпетентности правоохранительных органов. Михаил Валов, на руках которого, по версии следствия, кровь соседей, поражает участников процесса неожиданными подробностями событий роковой ночи, когда была расстреляна семья из двух человек. Обвиняемый, который, как и Юрий Гагарин, поначалу давал признательные показания, а позже пошел в категорический отказ, уверяет. Уголовное дело против него шито белыми нитками, а меч видел настоящих убийц Нины Мышевой и ее сына. Незнакомые ему мужчина и женщина выходили из дома пенсионерки, но подсудимый в тот момент, как известно, был под действием оксибутирата. Плохо соображал и потому не запомнил особых примет преступников и не проследил, в каком направлении скрылись подельники. Овалов тем временем заметил перед домом по непонятным причинам брошенный сообщниками плазменный телевизор Нины Мышевой и прибрал имущество к рукам. Соловики, по словам 37-летнего подсудимого, также не стали упускать случай и повесили на вора двойное убийство и даже подготовили подозреваемого для следственных действий. Мне оперативный сотрудник, который непосредственно носил мне удары по бою, он показал расположение дома, нарисовал место стоящего, чтобы стреляющего, то есть направление вот так, там вверх-вниз, это без разницы, и вот так. Ну а вы так ориентировались во что? Вам план дома нарисовал? Да, там буквально он троих нарисовал, вот так вот, со входа. Справа печка, там обвинки, не важно, вне что-то. А вы ранее в доме Мышевой были? Нет. Я напомню, что по мнению силовиков Михаилу Валову удалось совершить практически идеальное убийство. А меч хладнокровно пустил в расход 85-летнюю Нину Мышеву и ее 57-летнего сына, а после сбросил тела в подпол и тщательно замаскировал. Действовал под покровом ночи. Перед уходом навел в доме порядок, не оставил ни одного отпечатка. И несколько дней люди в погонах не понимали, кого им искать. У нас было задействовано большое количество личного состава, отдела полиции номер 10, управление уголовного розыска, проведен большой комплекс УРМ, подворно-поквартирные обходы, исследовали прилегающую территорию на наличие камер видеонаблюдения, общались с людьми, узнавали о событиях. И на одной из камер обнаружили, как неизвестное на тот момент лицо, гражданин Валов, шел с телевизором, который был похищен с адреса. Уже после задержания законопослушный гражданин, примерный работник и любящий семьянин Михаил Валов объявит никаких обид, никакой жажды мести. С Мышевой у него не было даже конфликта. На зверскую расправу решился из-за помутнения рассудка, которое вызвал Хокси Бутерат. Однако силовики опровергнут версию обвиняемого о спонтанном характере бойни. Помогут данные из телефона Амича. Проверка браузера покажет. Преступление мужчина задумал еще в феврале. Активно искал денежные средства, способы заработка. Также были установлены поисковые запросы по поиску оружия, то есть возможности стрельбы из определенного калибра. Также способы вскрытия банкоматов, приискивал взрывчатые вещества. То есть он размышлял, по нашей версии, в принципе, он размышлял о том, как ему найти деньги. В ходе начального этапа следствия он не заявлял о корыстном мотиве их убийства. Вопреки позиции стороны защиты установлено, что подсудимый имеет долговые обязательства перед микрофинансовой организацией. На основании судебного решения его супруга признана банкротом, как физлицо. На момент совершения преступления он не имел постоянного источника дохода, то есть испытывал финансовые затруднения. Напомню, что из дома Мышевой предполагаемый убийца вынес банковскую карточку убитой и плазменный телевизор, который спрятал под потолком в салоне красоты, где работает его супруга. Эти и другие обстоятельства подтверждают факт совершения последних преступлений из корыстных вобуждений. Сторона государственного обвинения в прениях ориентировала суд признанием виновным подсудимого в совершении всех инкриминированных преступлений и назначением наказания в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сожительница обвиняемого, к слову, обделила возлюбленного поддержкой. Амичка признала силовикам, что не знала о тайнике мужа, не догадывалась, что любимый человек способен на преступление и категорически отказалась встречаться с Валовым в зале суда. Удастся ли Амичу убедить Фемиду в том, что в эти минуты на скамье подсудимых находится невиновный в двойном убийстве? Узнаем в ближайшее время. Улица пропитана едким запахом гари, россыпь осколков по периметру территории, почерневшая крыша, обугленный каркас стен. Еще в начале недели в этом доме кипела жизнь. Теперь же вместо хозяев под окнами снуют люди в касках и часы напролет проливают тлеющие островки. Огонь, говорят очевидцы, вспыхнул неожиданно. И в считанные минуты языки пламени поглотили двухэтажный коттедж. «Было видно, как она горит. Я взял телефон и позвонил 101. Выбежал на улицу. Здесь уже папа, получается, вот у нас шланг. Взял этот шланг, поставил лить, залез, а я вот здесь вот ведрами начал лить. Вот оттуда у нас ванны две. И бежал туда-сюда. Она вот полыхала, ветер то туда, то в эту сторону. Все с крыши падало вот вниз сюда». Трагедия произошла в частном секторе на Третьей Красноармейской, в доме многодетной семьи. Здание вспыхнуло словно спичка. А держать верх в борьбе со стихией спасателям удалось лишь через три часа. За это время пламя успело перекинуться на огороды соседей. «На момент прибытия первого подразделения горела кровля жилого двухэтажного дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. К тушению пожара от МЧС России привлекались 40 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Работало три звена газо-дымозащитной службы». Имущество омича отстояли, но огонь унес с жизни сразу двух членов, проживающих в коттедже семьи. В момент возгорания на втором этаже спали четырехгодовалый и семилетний братья. Родители отчаянно пытались спасти сыновей, но непреодолимой преградой для них стало сильное задымление. Дети отравились продуктами горения и погибли. На трагедию отреагировала не только общественность, но и следственный комитет. Возбуждено уголовное дело. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 Уголовного кодекса Российской Федерации причинение смерти по неосторожности. Предварительная причина пожара, как это было установлено при осмотре места происшествия и расположении очага возгорания, замыкание электропроводки от перегрева зарядного устройства одного из бытовых предметов. «Мы должны с вами понимать, что произошла трагедия. Так устроена у нас система. В настоящий момент необходимо и все поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Задача сейчас у правоохранительных органов установить все обстоятельства произошедшего. Для того, чтобы проверить все обстоятельства произошедшего и сделать оправданный и правильный выбор, кто виноват в этой трагедии. В рамках проверки в начающий момент необходимо установить, какие условия были проживания, что послужило основанием для возгорания, причины пожара, будут проведены экспертизы, соответственно, будут допрошены родители. Их порядок действия будет определен до наступления этой трагедии. Может быть, были там какие-то третьи лица, которые тоже могут быть причастны к совершенному преступлению. Возможно, там установятся какие-то обстоятельства и будет дело поэквалифицировано на другую статью уголовного кодекса даже. Ну и дальше будет принято соответствующее решение. И мы должны с вами понимать, что формулировка причинения смерти и планы осторожности не говорит о том, что в этой трагедии виноваты именно родители. Говорить о том, что тут на сегодняшнем этапе кто-то виноват, ну, преждевременно. И пока люди в погонах проводят проверку, спасатели напоминают, пожарный извещатель и огнетушитель помогут предотвратить катастрофу и сохранить самая ценная – жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Одинокий молодой человек, который жил с мамой. Силовики установили личность водителя Ниссана, погибшего на трассе в Калачинском районе. Автокатастрофа, я напомню, произошла перед селом Ивановка. От удара легковушка превратилась в груду обугленного металла. Жуткие кадры с полыхающим автомобилем и образовавшиеся на месте трагедии пробкой быстро разлетелись по соцсетям. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ниссан Премьера, молодой человек 90-го года рождения, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с грузовым автомобилем КамАЗ. После столкновения легковое транспортное средство загорелось. В результате данного происшествия было частично перекрыто движение на участке федеральной автодороги. Сотрудники госавтоинспекции осуществляли распорядительно-регулировочные действия. Уже установлено, виновник смертельной аварии в роковой день не вышел на работу. По неизвестным причинам молодой человек прыгнул за руль и отправился в район. Мчал на большой скорости и резко вырулил навстречу, под колеса большегруза. Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Еще одно ДТП на улице 10 лет октября. На остановке 6-я линия по вине 34-летнего омича на пенсионерку упал дорожный знак. Прибывшими сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля Митсубиси, молодой человек 90-го года рождения, при осуществлении поворота налево не предоставил преимущества в движении водителю автомобиля Hyundai Solaris. После столкновения Solaris допустил выезд на тротуар, а после зацепил дорожный знак, который повалился на пешехода. 65-летнюю женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Силовики продолжают проверку. К великой радости детей и к не меньшему восторгу родителей школьные будни остались позади, а впереди целых три месяца летних каникул. А чтобы отдых не перестал быть беззаботным, вспомним правила безопасности для ваших чат. Ребята, сыграем в игру, бросаем друг другу мяч и вспоминаем то, как нужно себя вести на каникулах. Лови, Артем! О, кажется, я понимаю, что это за игра. Летом я люблю кататься на самокате и велосипеде. Посмотрите, какой крутой у меня самокат. Но мои родители объясняли мне, что нужно быть аккуратным при езде, соблюдать правила безопасности дорожного движения. Все верно, Артем. Важно знать, что нельзя выезжать на проезжую часть. А если нужно перейти дорогу, то следует делать это только на регулируемых переходах и обязательно пешком. А я знаю, что нельзя ходить на водоемы без родителей. Еще нельзя купаться в запрещенных местах. И если не умеешь плавать, то не стоит заходить в воду глубиной выше колена. Молодец, Даша! Ты вспомнила очень важное правило. Совсем скоро придет летняя жара, но детям запрещено самостоятельно посещать водоемы. А купаться и загорать можно лишь в специально оборудованных местах и только с родителями. В прошлом году в нашем регионе 9 детей пострадали на воде. Все мои одноклассники любят летом гулять по городу. А я хочу сказать о том, что вести себя в общественных местах нужно правильно. Нарушать общественный порядок, гулять бесконтрольные допоздна, чревато дурными последствиями. Лучше провести это время с пользой. Я бы не хотел, чтобы какой-то глупый проступок перечеркнул мое будущее. А мои ровесники ищут возможность подработки летом. Но хочу предупредить. Легкий и быстрый заработок зачастую противозаконны. Куча предложений из мессенджеров, сети, интернет. Работа курьером самая распространенная. Вот только доставлять нужно будет либо наркотики, либо украденные деньги. Тем самым ставь соучастником преступлений. Будьте бдительны. Все правила, озвученные ребятами, актуальны. Хочется пожелать школьникам радостных и веселых каникул. Не омрачайте свой отдых необдуманными поступками. Ровно через две недели новый обзор происшествий. Будем разбираться в том, почему это произошло и выяснять, что было сделано, а чтобы этого не повторилось. Ищите проект в интернете, в выпуске «Основа» на «Мы выкладываем» на YouTube. И давайте верить, что зло будет на каждом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова